7 класс, 2 серия. Алгебраическое выражение. Алгебраическое выражение – это выражение, состоящее из букв, чисел, знаков, действий и скобок. Вот, например, это алгебраическое выражение. Алгебраическое выражение состоит из букв, буквы латинского алфавита используются в математике, из чисел, знаков действий и скобок. Значение алгебраического выражения – это то число, которое получится, если вместо букв, входящих в это выражение, подставить некоторые числа. Давайте определим значение этого выражения. Если а равно 0, а b равно 7. То есть, если задаются значения букв, то можно найти значение алгебраического выражения. Надо вместо вот этих букв подставить числа. Если подставить вместо а 0, а вместо b 7, то получится значение данного алгебраического выражения – минус 5. Это будет значение алгебраического выражения при а, равном 0, и b, равном 7. Первая задача. Запишите частное отделение разности чисел 8 и 5а на удвоенную сумму чисел 3b и 7. Итак, надо записать частное отделение. Действие деления будет самым последним в данном алгебраическом выражении. Итак, действие деления будет выполняться в последнюю очередь. Так, разность чисел. Разность представлена в виде, где уменьшаемое – это число 8, а вычитаемое произведение, числа 5а. Так, делитель представлен в виде произведения. Число 2 умножается на сумму, где первое слагаемое в виде произведения представлено. Число 3 на b. И второе слагаемое – число 7. Так, вторая задача. Запишите 30% от суммы утроенного произведения чисел а и b и удвоенного частного чисел а и b. А затем надо найти значение алгебраического выражения, если а равно 0, а b равно минус 1. Итак, 30%. Процент – это сотая часть. Значит, можно найти 0,3 от суммы, где первое слагаемое – это произведение. 3 умножить на а умножить на b. А второе слагаемое представлено в виде частного, где делимое 2а, а делитель – b. Можно найти значение данного алгебраического выражения, потому что задаются значения а и b. Значит, если вместо а подставить 0, обратите внимание, первое слагаемое обращается в 0, потому что среди множителей один из множителей равен 0. И второе слагаемое тоже обращается в 0, потому что числитель равен 0, а знаменатель дроби, отличное от 0, значение принимает. Значит, сумма равна 0. 0, 0,3 умножить на 0, значит, получится значение выражения, равное 0. Третья задача. При каком значении n значение выражения равно 0? Давайте приведем вот эти дроби к общему знаменателю. Дополнительный множитель первой дроби n плюс 2. Дополнительный множитель второй дроби n минус 2. Значит, общий знаменатель дроби будет n минус 2 умножить на n плюс 2. А в числителе будет 3n плюс 6. Мы домножаем на 3. 3n плюс 6. А надо вычесть 3n минус 6. Но поскольку перед дробью стоит минус, значит, будет минус 3n и плюс 6. Потому что перед дробью стоит минус. А знаменатель будет произведение n минус 2 умножить на n плюс 2. n минус 2 умножить на n плюс 2. При каком значении n эта дробь будет равна 0? Дробь равна 0 в том случае, если 0 равен числитель, а знаменатель при этом в 0 не обращается. Давайте посмотрим, какое значение принимает числитель. 3n минус 3n. Взаимно уничтожаются. Их сумма равна 0. Значит, числитель 6 плюс 6 – 12. То есть числитель ни при каком значении n 0 не может быть равен. Значит, нет такого значения n, при котором данная дробь равна 0. Четвертая задача. Число содержит 7000, b сотен, c десятков и d единиц. При каких значениях b, c и d данное число кратно числу 300? Значит, вот в общем виде, как можно записать такое число. 7000, b сотен, c десятков, d единиц. Записываются буквы, а сверху пишется черта. Чтобы не путать вот эту запись четырехзначного числа, где 7000, b сотен, c десятков, d единиц, чтобы не путать с произведением b на c на d и на 7. Сверху пишется черта. Значит, если число делится на 300, значит, две последние цифры нули. Так, кроме того, число должно делиться на 3. 300 – это произведение 3 на 100. Значит, на 100 оно делится в том случае, если два нуля в конце. Теперь осталось определить значение b так, чтобы сумма цифр делилась на 3. Значит, подходит значение b2. В таком случае 7 плюс 2 – 9 делится на 3. Подходит 5. Сумма цифр будет равна 12. И подходит 8. Сумма цифр равна 15. Итак, b принимает значения 2, 5 или 8, а c и d принимают значения, равные 0.